ну что мы находимся с вами по адресу улица иркутская 11 управляющая компания комфорт сервис зовут меня лариса борисовна здесь я живу уже мой год вы знаете когда я сюда переехала это было 7 лет назад вот этот дом был совсем другой дом здесь был была и техничка и слесарь и сантехник и чистенько и побелина и более-менее как-то порядочек соблюдался сейчас вот мы прошли показали людям в каких условиях мы живем если можно это назвать жизнью посмотрите делайте выводы это все что я могу вам сказать это просто безобразие это наш душ где мы должны купаться вот здесь фекалии ходят бомжи вот там когда-то был женский душ дверь открыта сейчас туда нужно заплывать по помоям по фекалиям вот здесь в ночу нас ночуют бомжи видите крестника где более-менее сухенького тут они спят алкаши наркоманы вот это душ куда мы одно время ходили купаться сюда конечно мы уже не пройдем судя по тому что там на полу находится это безобразие я тоже житель этого дома зовут меня надежда александровна я одно время я здесь живу уже девять лет сейчас невыносимо жить блохи тараканы вон невыносимая не знаю как или да куда вот наши деньги за капитальный ремонт мы платим за капитальный ремонт куда и кому они идут хоть какой-то косметический ремонт сделали отсутствует слесаря технички один раз только ходит так что вот таки в таких условиях а здесь у нас старушки пенсионеры ветераны детки маленькие у каждого по два по три ребенка без воды постоянно отопление дали 17 числа обогреватели чуть не сгорели это как сказать проводка вся ну все оголенные вот пожалуйста примите какие-нибудь меры она мы же тоже все-таки люди да или пускай хоть на денечек придут к нам поживут а мы туда сходим поживем гусев дал распоряжение до приготовить подвалы под бомбоубежище мы сейчас с вами просмотрели вот этот подвал какой бомбоубежище какой человек с ребенком пожилые молоды кто туда спустится в это бомбоубежище что там творится там по колено воды там постоянно течет либо канализация либо водопроводные трубы там постоянно там болото я вот в резиновых сапогах стою вчера мы туда ходили у меня обложки мошки чуть ли не тараканы все пришли полностью одежду снимаем это это безобразие какое-то пусть приедут посмотрит в какое бомбоубежище мы побежим на случай войны на случай бомбежки у нас еще на первом этаже живет женщина ей 74 года она ветеран труда постоянно ее затапливают постоянно у него течет полы прогнили поменяли вот недавно два дня трубу и опять у нее поток она уже не выходит то что она уже больше не может вот такие вот условия и проводка там оголенная это замкнет будет полный а тут еще такой нюанс как-то вот сколько наверное месяц назад я ездила в управляющую компанию пообщаться с нашим как бы директором значит что он мне сказал ваш дом должен 7 миллионов вот здесь он у меня сидит якобы я вот они не хотел вот мне его всучили и жать и на минскую значит на минской там у нас головной офис на минскую я не поехала потому что я посоветовала здесь девочками которые уже были на минской они там и кричали и возмущались вплоть до того что их не вывел охранник болотов послал и сказал идите отсюда даже разговаривать с вами не хочу все вот так с нами обращается вот но девчонки вроде написали какое-то заявление в прокуратуру не знаю там примут какие меры не примут вот если честно мы уже не знаем куда бежать в управу гусеву в прокуратуру на менделеева на луну залетать может быть до путина уже идти куда нам скажите пожалуйста куда нам обращаться куда бежать